всем привет друзья вы на канале воин и тут только самые свежие и интересные новости из мира бокса и мм и выпуске на канале выходит каждый день и без рекламы всем приятного просмотра погнали красногорске россия состоялся бой в котором узбекский боксер шухжахон иргашев дрался с белорусом дмитрий милюшей бой в первом полусреднем весе был рассчитан на 8 раундов но закончился уже после второго иргашев нанес милюшей мощный удар по корпусу и сломал тому ребро после консультации с врачами во время перерыва дмитрий решил поберечь здоровье отказаться от продолжения борьбы таким образом шухжахон иргашев одержал 19 победу и остается непобежденным британский супер тяжеловес дэвид аллен который накануне неожиданно объявил о завершении карьеры признался что пришел к такому решению после спарринга с александром усиком по словам аллена усик серьезно его потряс что и стало для 28-летнего бойца последней каплей это мой спарринг с усиком он был последним если вы слышите примерно на пятой секунде я очень громко вскропнул это последнее что я помню о следующих 30 минутах но я не упал и завершил раунд фактически я был в нокауте с момента когда пропустил удар слева терренс кроуфорд уверен что мэнни пакео согласится на бой с ним мы не настоящий чемпион он никогда не уклонялся от вызовов мы можем подраться в любое время все зависит от него будет ли он тем самым мэнни пакео которую мы всегда знали в конце концов он сошелся с двумя молодыми бойцами и побил обоих журналист спорт иллюстрейтед и ведущий дозон крис меннингс я бы не рассчитывал на бой пакео кроуфорд команда пакео намного больше заинтересована в майке гарсии это ставит топ рэнк сложное положение если они не смогут организовать бой со спенсом возможно им придется отпустить кроуфорда абсолютный чемпион тефима лопес прокомментировал свою позицию в рейтинге лучших боксеров паун фа паун в октябре лопес единогласым решением судей победил василия ломаченко и стал абсолютным чемпионом в рейтинге паун фа паун который опубликовал журнал the ring лопес занимает шестую позицию ломаченко седьмую в рейтинге и спн тефима занял пятое место василий шестое это потрясающе я считаю что пятерка лучших это мое место что мне не нравится так это то что я и лома находимся рядом друг с другом вышвырните его на самом деле просто безумие видеть свое имя в этом рейтинге увидеть что из многих многих боксеров мире ты входишь пятерку лучших это показывает мне что мы делаем что-то большое я очень счастлив и очень благодарен тем кто признал меня за всю тяжелую работу и все то что мы сделали глава топ рэнк бупаром назвал трех боксеров с которыми тефима лопес может подраться в следующем поединке у него есть обязательный претендент из австралии джош камбасос с ним можно было бы подраться если райан гарсии побьет люка кэмпбелла то поединок с ним тоже был бы отличным вариантом но и джерон т.д. если он захочет перейти в легкий вес выглядит возможным соперником это те большие поединки которые он хочет провести он хочет только большие бои хэйни все еще нужно проявить себя дайте ему настоящего соперника а потом будем говорить о лопесе флойд майвезер младший пройдет поединок в феврале следующего года в токио сообщили организаторы мероприятия но соперники другие детали поединка пока неизвестны на прошлой неделе сам боксер уже намекнул на свое участие в мероприятии в японии токио япония я возвращаюсь в 2021 году я знаю что в 2021 году в японии будут олимпийские игры но я сам флойд майвезер и моя команда сделаем кое-что большое в токио дом скандалом закончился бой в лас-вегасе между джошуа франко и эндрю малони малони доминировал с самого начала и наносил сильные удары по франко однако рефери решил остановить бой во втором раунде посчитав что гематома на лице джошуа было вызвано столкновение головами многие эксперты считают что это было настоящим ограблением малони потому что он пробивал чистые удары в итоге же этот бой был признан несостоявшимся интересно что такое решение принял рефери роберт бёрд муж скандальный судьи первого боя головкин канело аделеиды бёрд которая насчитала 118 110 в пользу канело по словам роберта он увидел два удара головами боксеров то время как журналисты справедливо не заметили ни одного бывший чемпион кэл брук высказался по поводу завершения карьеры прошедшие выходные брук досрочно проиграл терренсу кроуфорду не знаю буду ли я драться снова поговорю со своей семьей возможно что это конец пути никогда в моей карьере не в бою не спарринге никто со мной не делать того что сделал кроуфорд заявил брук эдди хирн высказался относительно сравнение резюме энтони джошуа и тайсона фюри он считает что послужной список и джей гораздо качественнее мне смешно когда кто-то говорит что резюме джошуа хуже чем у фюри может я вижу то чего не видят другие white бризил кличко паркер поветкин карл стакан кого я пропустил энди руиз а теперь пулев сравнивать резюме фюри с этим просто смешно а на этом у меня все друзья обязательно пишите в комментариях что вы думаете во всем этом мне будет интересно узнать ваше мнение поддержите это видео своим мощным бойцовским лайком это очень помогает нашему каналу в продвижении на youtube и главное всем крепкого здоровья удачи во всем и увидимся завтра всем пока